Вредительскими назвали поправки в генплан города жители Пушкинского района. Люди высказались против строительства магистрали через поселок Александровская. Несмотря на лес рук, собравшимся в зале дали понять, голосование ни на что не повлияет. Но как еще объяснить чиновникам, что магистраль посреди поселка им не нужна, жители Александровской не знают. Они уже собирали подписи, обращались к властям, но внятных ответов так и не получили. Может быть, стоит разумнее потратить деньги? У нас до сих пор в Александровке люди живут как в каменном веке. В половине домов нет воды, во многих домах нет газа. Некоторые дороги черт знает в каком состоянии. Может быть, об этом стоит задуматься, чтобы выбрасывать деньги на ненужные трассы? Трасса должна соединить строящийся город-спутник Южный с Петербургским шоссе. Дорога не только разделит историческое поселение на две части, но и, возможно, потребует осушения притока реки Кузьминки, уничтожения аллей двухсотлетних дубов и сноса частных домов. Пол поселка вдоль железной дороги надо снести, если соответствует норме. Если делать как западный скоростной диаметр на сваях, то получим как на Канонерском острове, что над детскими садами идет магистраль. Вместо магистрали через Александровскую собравшиеся предложили построить объездную дорогу вокруг Пушкина и Павловска, которые заблокированы транзитным транспортом. В часы пика образуются многокилометровые пробки. Предусматривается обход поселка Александровская. 10 февраля данная работа направлена на согласование в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. На сегодняшний момент ответа из Комитета не поступало. К таким ответам люди отнеслись скептически. В другое бы время, я думаю, эти бы люди уже здесь не работали. И проектанты, и те, кто ими командует. Потому что это, я бы так сказал, вредительство. Прийти к единогласному мнению чиновники и жители не смогли. Но представители власти отметили, повлиять на поправки в генплан можно до 4 марта, присылая свои предложения в администрацию района. После их обсудят уже депутаты ЗАГС собрания.